Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Ежедневный отчет. Номер 66. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы 15 февраля 2016 года. Вчера было встретение, вот попутно сказать. На нашем собрании вот это прошло. Посчитайте, я объясняю, что такое встретение. Какой этот праздник, он надуманный. Он никакого не приносит плода. И как надо бы сделать. Вот мне говорят, как вы вторгаетесь в то, что уже тысячелетие стоит. Не знаю я это. Внутренний мой дух на молитве говорит, что надо сделать это. Есть такое слово, выражение. Нужно быть талантливым, религиозным. Не за всыший храм как бы. Жизнь в то время нам представляет что-то новое. И надо отреагировать на это. В растерянности нельзя никак стоять. Ты верующий. И вот встретение. Вчера я покажу даже какой интересный ролик прислали. Не ролик, а плейлист. Я дал всем людям благодарят. Я один только взбунтовался. А что там? А там на фоне икон поет, видно, Светлана Копылова. Музыка играет, видимо, она играет на гитаре. Ну, прямо пришел в такую, чуть ли не в ярость. Что у меня шлете такие? Больше, конечно, ничего не пришлю. Я стараюсь то, что есть, всем разослать. Перед этим послал, как на мои стихи, поются какие песнопения. Тоже не нравится. Ну, вот и все. Не нравится я не буду. Чтоб ты не говорил, что тебя обошли, обделили. Тут два варианта. Один, то, что меня презирает. А другое, ты уже начинаешь презирать. Тогда это легче. Тогда упора никакого нет, что я тебе, тобой пренебрег. Ну, и как эпиграф к этому ролику ежедневному. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанной в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отрешения от престола. Кругом измена, трусость и обман. Применим к себе. Где изменяли Господу? Изменяли вчерашним своим убеждением. И притом, и не просто ты пришел к этому сознанию. Увидел, что это выгодно. Вчера против Христа боролись. А сегодня князь Константин, император, все разрешил. И сразу же потекли масса церковь. И истинные верующие растерялись. А что делать? Они бросили все свои храмы и в пустыню потекли. Спасаться вообще было невозможно. Захлестнула волна. Выгодно иметь должность, быть сенатором, губернатором. Но только надо обязательно членом КПСС быть. Ну и полезли в партию, а потом чистка началась. Голову полетели. Выгодно это, значит, туда лезут. Невыгодно. Билеты партийные бросили, выскочили оттуда. Как крыс из корабля. Измена? А чего? Трусость и корысть. Главная болезнь государства и церкви. Трижды. Трижды в церкви это болезнь. Трусость и корысть. И обман. На обман идут так легко. Сами себя обманывают. Меня обманывать нетрудно. Я сам обманывать себя рад. Ну и дальше. А то, что я не бываю в контактах одноклассников. Оттуда вопросы, которые есть. Модераторы переносят мне на форум. Я отвечаю, они обратно переносят. Я уже давно говорю, модератором обращаюсь. Я не могу к ним дозвониться. Там по разным местам и в разных городах. Которые помогают людям. Администраторы. Вы сообщайте тем людям, которые написали мне, что идите сами на форум. Форум у нас открытый. Регистрируйтесь и пишите. Приходят за позданием где-то. Вот я просто протаскиваю, чтобы вы могли посмотреть, где. Наш видеоканал. По свете Библии открытым оком. По-русски зарядите в Ютубе. И уже зашли на видеоканал. Ну и дальше объявления. У нас большие ролики, собрания, занятия. Кратко надо разобрать. О чем там речь идет. По минутам, по секундам. Просят, я не могу. Я прошу вашей помощи. Два человека уже работают и движутся. Это Кальмай Михаил и там Коля Сиротин. На какой минуте, что есть. Запиксируйте это, что я показываю. О чем. Делать дело ответственно. Без ошибок. Без пропусков. Почему оно маленьким стало, я никак не пойму здесь. Иногда приходится побольше делать. Вот так. Ну и вот что мне пишут. Это за день. Часть. Небольшая часть того, что есть. Какая почта идет. Вот я утром встаю на полтора часа раньше. Братья в 4.40 утра встают. Но я ложусь раньше. Я удивляюсь все время, главное. Вот точно до минуты Бог поднимает. Вот сегодня у меня большая почта была. Почему-то раньше на 10 минут. Как раз успевая к 4.40 подъему братьев. Все сюда занести. И вот он пишет из Греции. Димитрис. Здравствуйте, дядя Игнатий. Пусть Господь Бог наш, великий Христос, даст вам, чтобы день прошел у вас благополучно. Дядя Игнатий, у меня к вам просьба. Будьте добры, скажите, пожалуйста, у вас в вашем форуме, где можно найти о постах? Ну, в смысле, имею в виду, как поститься, как вести себя на посту, что есть, что не есть. Буду благодарен вам. Видите как, вот это просто разли, какой вопрос-то. Я ему отвечаю. На нашем форуме зарядите пост. Ну, просто зарядите пост. Он мгновенно отвечает. Нет, он туда не пойдет, потому что это надо заряжать. Так как она говорит, охота поесть, а как подумаешь, что вставать надо от компьютера, идти в другую комнату на кухню, к холодильнику протягивать руку, открывать, руку брать с полки. Да думаю, ладно, уж есть не буду. Это труд-то какой. А ты достань это так, короче, как себе. Зиму прокорми курицу. Или от коровы каждый день навоз увозить. Колодцы пересохли, снег тают. Прикинь, все это себе. А пруды высохли, ничего нету, воды не могут достать. Ужас какой, в деревне когда. Дальше, я вот говорю, где. Смотрите, запечатляйте себе, не спрашивайте о постах. Называется Церковь Христовой. Вот, скопируйте это, просто зарядите на нашем форуме. И дальше постничество, это тоже на нашем форуме. Огромный-огромный материал. Дальше, кормящая мама и пост. Это не чужие, это наши материалы, наши. На основании Библии, четыре параметра. На основании святых канонов, книга правил. Третье, на основании жития святых и на основании трудов святых отцов. Ну, таких более полных ответов я не встречал в интернете даже. А вот это вот на нашем сайте. Пища, посты, вот оно как. И говорю. Если человеку говорить о законе Божьем и церковном, то ему это тяжко исполнять. Значит, он и не в церкви. Не в церкви тогда, это тяжко тебе. Тогда с широкими вратами, сектантство и ересь. Все, там все можно делать. Им закона нет. Совокупляйся день и ночь и круглогодично, пока не прогорит. А у православных какие дни можно быть с женой, когда нельзя быть? Накануне среды и пятницы нельзя, накануне воскресенья. И люди знали, рождались дети здоровые. Сейчас рождается, так кто? Пост, дело важное. И никто не спрашивает, ни у мусульман, ни у других народов. А нам это шок. То есть у них пост, все. Вот положено, что, допустим, сейчас у мусульман, у них по-своему это. И вот теперь исполняют. Моняли рабочих, я считаю, это где. Их предупредили, до заката солнца, пока черную нитку от белой не отличишь. Есть нельзя, а до утра можешь есть. Ну, там не принято, английские рабочие-то. А там стражи исламской революции. Зашли, а они едят. Всех арестовали, 28 человек. Ну и что? Суд решит. Суд решил по 40 палок дать каждому. Работа кончилась. Посадили. Каждому штраф, кажется, 15 тысяч пунктов стерлингов. И через полгода в тюрьме. И каждую неделю на площадь бить. А потом отпустить. Земли не доставал, до дома летел. Научились спаститься. Вот их в Англии много. Приходят в магазин, она продает там что-то съестное. А сама распупырена и полураздетая. Молодой юноша подошел, там из мусульман. Ты, сестра, оденься как надо. Оденься. А что тебе надо-то? Ты покупай, да иди. Я сказал, оденься. Так нельзя. Нет. На следующий раз они пришли трое. Так. Мы вас уже предупреждали. В следующий раз предупреждать не будем. Как только на улицу выйдешь, башка долой. Она к директору. А директор говорит, а что ты сразу не сказала? Да как ты мое право промолчать-то? Ты должна была сразу платок надеть. Он еще тебя просил. Он не говорит, я трусы надею или бюстгальтер. Это закрыто. Но ты без платка. Тебе трудно надеть? Она сразу оделась. Нас научат скоро. Научат ходить как с бородами. Подпояшут. Дальше. Ну а когда после смерти демоны потащат в ад, то хочешь, не хочешь, а пойдешь. Как говорит Феофан Затворник. Вот и все. Четыре причины, почему люди не пастятся. А когда надо будет, я объявлю посаду у сектантов. У них какая-то беда. Я говорю, когда последний раз пастился, глаза закатил под лоб. Спит с открытым корытом. Когда надо. А теперь, что можно? Я сам решу. У церкви такого нет. Регламент. Точно. Святые отцы вымерели. Положена икра. А рыба нельзя. Вот один день такой есть. Воскрешение Лазаря. Все. Вот вчера разрешалось. Завтра у нас рыба не разрешается. Потому что среда православная. Михаил Кальмаев. Игнатий Тихонович. Когда вы зачитываете вопросы, заданные вам ранее, то вы часто отсылаете слушателей на форум, чтобы они сами посмотрели ответы. Да, именно так. Отсылаю. Трудно найти. Форум готовый. Поисковик есть. Одно слово заряди и уже весь материал. Отвечать это я не могу. Другие мне. Вы одно и то же отвечаете. Вы отсылаете людей. Я стою на распутье. Меня с двух сторон долбят. Как правильно? Правильно, конечно, да. Хотя он только ответил. Пост там-то. Он даже нет. Еще есть минуту уже. Дядя Игнатий, сбросьте мне, где это есть. Что это такое? Лень? Лень холодильник открыть. У нас склады буквально. Ну я теперь пошел. Давай опять все выписывать. И все ему посылать. На, Димитрия, считай. Ну это сложно, потому что большой объем. Уже 348 страниц и на поиск нужной страницы, если она находится в середине, например, нужно потратить много времени, перелистывая их через одну. А, вот какое дело-то. То есть это речь идет о вопросах. Вот тут Михаил прав, оказывается. Я сначала не понял. То если это ссылается на последние, где вопросы, столько страниц 340 не найдешь. Если я тут отвечал. Но я-то говорю, что не на это ссылка-то там пойдет-то. А там, где тема, она сразу вскрывается, одна тема. Ее искать не надо. Она прямо высветится, нажал и все. Ну на это требуется 10 секунд, не больше. Секунд, не минута даже. А вот если искать по этому, Михаил прав, да. К тому же люди приходят услышать ответы именно в ролике, а не за тем, чтобы долго искать ответ среди такого множества страниц. Так, среди множества страниц по одной теме, где мне вопросы задают-то. А по остальным там меньше страниц, ну не больше 10, допустим, 15 страниц, не 340-то. И тем более оно высветит конкретно. Там видно, о чем речь. Сейчас вы стали чаще отсылать на форум, не отвечая на вопрос в ролике. Особенно заметно стало по последнему ролику. Правильно. Потому что мне несколько замечаний сделали близкие люди. Из интернета. Говорят, вы отвечаете об этом крещении уже сколько раз. Ну сколько, уже конца края нету. А потеряевки отвечали сколько. Ну все время, милиционер стоит где-то и к нему все время обращается. Как пройти туда-то. Ну каждому приходится отвечать. Но была бы какая-то там таблица. То он сказал, читай, вот написано куда. Вот в метро не надо спрашивать. Там везде какая станция, до чего я люблю в метро в московском ездить. Сравнил, когда был в Нью-Йорке, там даже срам один там. Тут в Советском Союзе что было, это метро. Дальше. Люди все же хотят услышать ответ сейчас, именно в ролике. И если даже на эти вопросы были даны ответы в письменном виде. Прошу вас, Игнатий Тихонович, учесть это. Спаси Христос. Я это учел, но все равно буду отсылать. Отсылать. Учел, когда если вопросы, где большой, это уже раздутый, это графа. Ну, там уже, я не знаю сколько уже, тысяч. Дай-ка, я даже, можно даже глянуть. Вопросы и ответы. Вот посмотреть надо. Вот вопросы и ответы. Сколько у нас тут вопросов и ответов? А, это сейчас и не найдешь даже. Хотя можно, я открою одну страницу. И вот это вот, сколько здесь? 351. 361 что? 51. Страниц тут. Страниц? А сколько здесь просмотров? Ну, это всего 91 301. А сколько ответов? Ответов 3505. 3505 ответов, конечно, трудно сказать. Это в одной теме только. Тема, это, ну, я говорю, что это нелегко. Правильно Михаил сказал. Но мне пока по-другому просто никак. Дальше. Юрий Соболев пишет. Когда кто-то приближается к Иисусу, он не имеет совещания. Ибо советник всякого зла не приближается к нему. Но когда кто-нибудь удаляется от Иисуса, он имеет совещание о том, чтобы погубить его. Свет, благой путь, жизнь, сокровище, жемчужину, любовь, мир. Ориген. Ну, вот это просчитайте на несколько раз. Вы поймете, о чем тут сказано? Какая глубина мысли. Это к каждому из нас относится. Я вчера ребят призвал сюда, братья, считайте. И дайте свое толкование. Почему об Оригене только об одном человеке такой был спор? Спрашивали. У него это от Бога? Или он сам это говорит? Такой мудрость был, такой мудрость. И святые отцы это его ученики были. Но вот таких высоких людей куда-то заматывает. Борется страсть. Не женился. Взял сам себя, кастрировал. И церковь его в списке уже никогда не примет. Это издевательство над тем, что Бог создал. Вот один мой близкий, знакомый. Он пришел у нас здесь, крещение принимал. И дальше уехал в другую страну. И вот там на него дали... Священник благословил вести занятия. И вдруг на него жалобы пошли. Вчера в воскресенье сказать решался его вопрос. Алексей Матюшин. Жалуется на меня владыки. На вопрос мой, что я делаю не по православному? Ответ. Ты общаешься с сектантами. Это разве ответ... Он говорит, делай. Он не спрашивает, что. С кем общаешься. Что я делаю? Так, теперь он говорит. Покажите, что сектантского в моих занятиях. Покажите, что я не так делаю. Ответ. Молчок. Молчок. Мои книги берут на исследование. Это Тульская епархия, Кемеровская и какие-то, только я уже не слышал. На исследование. Почаева. Это очень высокий уровень. У Дворкина. А Немолоте, где попало, ничего нет. Сращают. Вот подождите, там Дворкин. Ну и что Дворкин-то? Он будет объяснять-то только то, что ему вон придет, а не мои. Во свете Библии рассмотрите. Ну все закончилось. Рождественские чтения ничего нет. Дальше. Я отвечаю. И так всегда везде было и будет и до самого конца. Пока не будет связан дьявол и брошен в озеро огненное. Со всеми своими последователями, ненавидящими свет истинный. Возлюбили тьму и после смерти обрящут лишь смерть. Это я беру от Достоевского, великий инквизитор. Там только обрящет смерть. Они это не знают. С попами, с храмами совсем в ад провалится. Если будут не так делать. Это Господь уже не раз показывал. Вот вчера мне плейкас такой пришел. Вот посмотрите. Стретьего Господня. Прекрасный. На меня нападки были. Я взял и сразу разослал. Я все всегда сразу, мгновенно начинаю размножать. Что бы у меня ни было. Хороший. Хороший я размножаю. Хорошее стихотворение чье-то. Так. Владимир Галиндухин. Мир вам, Игнатий Тихоныч. Благодарю вас за ссылки на ролики с песнопениями на ваши стихи. Удивительное сочетание знаний, поучения, живого разговора и проповеди. Вот что в моих стихах, это увидел он. А другой, да что вы шлете какие-то стихи? Я архипелагу ЛАГ насчитал, когда еще нигде не было. Единственное, это моим голосом насчитанное было в интернете. Тот говорит, я бы никогда не прочитал. Как я благодарен. И видно, что зэк считает. Такое у него. Ну я не архипелаг. А другой, что он считает? Ударение неправильное. Его к стенке поставят. Расстрелять его мало. Русский язык калечит. Вот разные такие отзывы. Ну, не расстреляли. Живой вышел из ГУЛАГа. Дальше. Действенное средство от уныния и всякой хандры. Да, это стихотворение мое. Сейчас сформулировал для себя основную суть. Если хотите. Значение вашего лагеря станет в моем понимании. Простите, если в чем-то ошибаюсь. Он был в лагере. Собирает ребятишек теперь приехать. Это дать почувствовать детям, что ты живешь и куда идешь. Человек за весьма короткое время, как я сравниваю, почувствовал это один из героев романа Артура Конан Дойла «Затерянный мир», оказавшись вдали от цивилизации всех ее, так называемых благ, среди дикой природы и зверей. В век ложных человеческих ценностей и современных технологий, зомбирующих и усыпляющих сознание людей, уводящих их от главного вопроса человеческой жизни, от цели их появления в этом мире. Попадая в такую обстановку, в условия вашего лагеря, ребенок начинает пробуждаться от сна, и он учится бодрствовать телом и умом, где все достается в поте лица и всего есть цена. Здесь происходит отделение зерен от плевел, и все это с любовью ради истины. Весьма действенное лекарство. Благослови Господи на долгое благое лето вас и ваш лагерь стан. Поклон братьям Володе и Никите и помощи Божьей всем вам. Приехал, телескоп нам подарил, привез большую огромную икону, там Дмитрия, кажется, Донского. Вот первый раз человек это петь. Первый раз приехал родной и близкий, он учитель преподает. Видите, какие отзывы о лагере. О лагере сняты фильмы, государственные. Еще раз говорю, государственные, это за деньги не купишь. Государственные документальные фильмы о православии. Один занимает первое место на международном киноконкурсе, второй, главное, первое место в России. И ничего не понимает, который нападает. Они ничего не понимают. Ну, не твоя оценка. Люди были, ты нигде не был и пену пускаешь. По скриптам о причастии в других таинствах. Неоднократно слышал от священников об отношении верующих, если их можно так назвать, к таинству причащения и вообще к таинствам церковным, как к магизму. То есть пришел, над тобой совершили ритуал, и ты очищен. И готов к Царству Небесному. Без твоего участия. Ну, так вы же приучили его батьки. Вы приучили. Говоря современным языком, церковные технологии по очищению от грехов и приобретению билетов в Царствие Небесное. Да. Когда же, тогда, кого же тогда облегчает такое положение дел в церковной жизни? Вот так. Виталий Кельмаков. Игнатий Тихонович, вы заставили задуматься о многом. Их слеза была. Пускай не положено, но вот как-то так. Хотел задать другой вопрос, но после стихов ваших надо обдумать. Вопрос хотел задать. Стихи шибли. Вы не обижайтесь, но в стихах ваших такое ощущение, что вы прощаетесь. Это неправильно. Вы нужны людям. И берет последнее стихотворение своего. Так нужен ли таков, какой я есть, детишкам, зрелым, в старости незрячим, когда я на разрыв и некогда присесть, ни от кого тепло души не прячем? Нужен, очень нужен, отвечает Игнатий Тихонович. Вы многих учите и наставляете. Это же идет в пользу. Игнатий Тихонович, а у вас есть сборник стихов? Задели очень. Может, книга именно стихов? Именно книга стихов. Но они не изданы еще. Я сейчас скажу, где. Имейте же в виду мои таланты, их щедрость, умножение в простоте, усердному по силам эта планка, с молитвой и с постом, конечно, во Христе. Это мои стихи он берет. И вот я как раз хочу сказать, это давно уже у меня обдумано. Вот есть наш сайт, посмотрите, во Свете Библии. Повторяю, этот сайт очень тяжеловесный. Что на нем есть, практически в мировой сети нет. Это 50 книг моим голосом насчитаны. Весь Златоуст, полностью жития, добротолюбие, Кафан Затворник, там, Серафим Саровский. Это все здесь найдете. И вот есть такая книга для Слово Божие нет ус. Вот она на первом месте. Ее даже показать можно было бы. Разреши-ка, Никита. Конечно, не вовремя я тут полез. Вот она как выглядит. У меня только 4 книги, не такого объема. Все книги по 752 странице. Это два священника пишут. Вся книга, 752 страницы из документов. Она начинается с моей биографии. Тут цветные фотографии, 64 страницы. Вот. С кем я встречаюсь? Вот это ректор университета самого большого, наверное, в Сибири. 21 тысяча студентов. Вот это Зоя Крахмальникова. Это вот я стою свои книги изданные где. Как идет крещение. Ну, то есть, все абсолютно здесь есть. И вот как шел суд, какие отзывы были из-за рубежа, местная газета, допросы. Все здесь есть. Все вот в этой книге. Книги все сшиты. Ну, это ламинированная, наверное. Видно какая. Вот она, как называется, для слова Божия не туз. Даже сбоку глянуть и видно ее. Эта книга у меня прилагалась к трехтомнику. И видели это в библиотеке Путина. Конечно, у Медведева всем я послал. Вот как. И вот смотрите. Здесь есть слово стихи, и вот она внизу. Это новый завет с толкованием в раскрытом виде. Вот книга эта. Вот я ее ткну, книгу. И посмотрите сразу как. Вот содержание. Вот оно содержание. Это документы, повторяю. Документы. Книга. А вот стихи. Вот я нажимаю стихи. Смотрите. Открылась. У меня книга стихов. Всего на мне написано 3467 стихотворений. И вот четыре тома, которые готовы. Проповеди в стихах. Я их называю, не стихи. Проповеди в стихах. Каждое стихотворение. Это девять куплетов по четыре строчки куплет. И у каждой эпиграф из священного писания. Здесь в этой книге на одну страницу уходят 42 строчки. Вот так, строки. И каждое стихотворение у меня полностью занимает это. Ну, к примеру, вот я открываю сейчас. Проповедь в стихах первая. Я издать не могу. Каждая книга 800 страниц. И сто... Так, так, так. 160 страниц фотографий цветных. Какие книги? Их не знать невозможно. Кто бы взялся издать? Вот. Ну, какой-то... Скажи, какой том открыть? Четвертый. Четвертый том. Вот я его открываю. Пожалуйста. Нажал на него. Вот он открывается. Что вышло? Не ожидал такой подход. Что-то... О, а вот она где вот. Надо снимать. Вот она. Не-не, просмотреть. Посмотреть можно нажать. А? Вот сюда. Посмотреть, да. Вот я открыл. Смотрите, как делается. О, пошло. О, я выключу его. Подошла ошибка. Тут не важно, но скачать можно. И вот вы, если зайдете, скачаете и посмотрите эти стихи. Если стихами назовете их. Вот. Ну, что-то не заладилось не то. Я выключу тогда. Не то. Теперь я покажу, что значит стихи. К примеру сказать. Так, это что? Стихи. Вот стихи, несколько стихотворений. Три стихотворения. Слово в досталь зарядил. Только они у меня слеплены. Стихи вместе. В одну ленту. Ты можешь прочитать? А женщина, сколько написано стихов? Ну, начните с Пушкина. Шелест, Платье там, Татьяна Ларина там. Еще только нет. Онегин. У кого только нет? У Блока почитайте что там. У Есенина. У меня стихи. А женщины тоже есть. Но таких нет нигде. Нигде нет. У мировой литературы нет. Нету. Ни у кого не найдете. А почему? Да потому что они не стихи, во-первых. А во-вторых, услышите почему. Притом, иногда напротив каждой строчки, 36 строчек, вместо писания откуда взято. Вот так вот есть. Считай. Я женщинам всем благодарен и в досталь, которые мимо меня не заметив прошли. Взглянули лишь косо, змеей струились чекосы. Занозой в них не вошел и нечего того расширить. Я очень любил косы, и поэтому так это было. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь. По лезвию остру кубарем там не скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака, и сердце кострище с горящей своей головней. Но жив оставался, лишь бороду сдуло слегка, да теплую ночью прошедшая сладко кольнет. Не мне подбивать и тоже спектакль необычный, но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не в сладость, конечно, что чувством и сад ископычен. Но снова я жив и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не прелестили. Характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх божий сковал, мое тело бесилось в могиле, а разум треножил в гиенском сгорая огне. Один на распуте распутство был спутан, наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось не раз, что капут мне, но корень обрублен и вянут цветистые ветви. В таинственном марве разум совсем не терял. Работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен, перемен, порошок истирал. Примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храни мне сказанные милости божьи. Вставал окруженный мечтаниями во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей. Дивились на юного близкие мне старики. Не в жаркой пустыне, не в келье в лесу отсиделся. Помощник, как в деле Господнем, счастливые чистые сестры. Обстиран, накормлен и на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Вот он, какой у меня стул, на чем я сижу. Такого тоже стула-то не найдешь скоро-то. Вот он какой. Видишь, что столько не развалится. На шатком своем табурете. И вот еще одно, прочитай. Ну уже там, на чем и как жениться надо. Во всей природе сохранение деток заложено, то чувство столь неистребимо. С крылом подстреленным едва умеет бегать, и от гнезда уводит куропатка мимо. О, дети, я и сам еще такой ребенок, с седой бородой и головой лысой. Слова ложатся к ряду образно и емко. А прокутом, дела одни меня возвысят. Дела одни меня возвысят, не хитротворение. Рожденный в пламени тюремного насилия. Стефан или Анисим, удрав от Филимона. У Павла милости не раз потом просили, как от простуды ломтик желтого лимона. Рождение в муках, проповеди жаркой. В объятиях церкви возрастать придется. Без свары сварится, как в электроварке. Слова призыва стылеют очень жестко. На ложе благовестия согласны обоюдно. Один вещать, есть приза благодати. И обращает кающихся к вам повсюду. И освящающую часть из алтаря подател. Во мне огня рифмованного в досталь. Чтоб с проповедью слиться воедино. И с наставлением в меня войдет апостол. На общий труд, в единую картину. Инстинктом сохранения опасно пренебречь. Отвлечься и расслабиться хотя бы на минутку. Не соло нападать с апатией и речь. И недруги не спящие тебе в момент сомнут. Позор клеймил попутчиков бездетных. Что Богу не угоден, явно это брак. Давали оба Богу тяжкие обеты. Не взять бесплодную. С ней жил бездетный брат. Рождает церковь. И не откодила. Не от мощей или другие верных. Но где на благовестии свидание ходила. Рожденных свыше в Библии. Найди примеры. 24-й, 09-й, 09-й. Язык, говорит, сломаешь писать. Я рифм иногда пинками загоняю туда. И вот таких стихотворений 3467. И написано с чистого листа. Ни одной помарки нету. Сейчас смотрю, черновики вообще, как я писал. Какой словарный запас. Как Лев Ашанин, когда я в литературном институте читал. Там по одному стихотворению давали. А меня не выпустили, пока я стихотворений 5 не прочитал. Лев Ашанин. Известный поэт. И он говорит, будто ветер ворвался, все форточки распахнул, говорит, и двери. Почему? А не слова, рожденные не за чайкой, не за чайником. Еще одно прочитай. На евнухах обязанность лежит. Это обязанность страшнее злого мужа. Он спит у рва таинственной межи. Ему дожди и потопы, даже лужи. Межою называют что? Откуда женщина рождает? Это Златоуз говорит. Из глубокого рва происходит Исаак, когда ворву было сухо. То есть обыкновенные, женские, месячные прекратились. Тут каждое слово надо понимать, о чем говорится. Дальше. Но если евнух честен, как кастрат, бледет окно и двери у гарема, и въедет прибыль в стайную растрат, случалось, что проспит, не вовремя задремлет. Недоброволен статус безбородых, их боль за долг, линение врага. Рубили корень продолжения рода, им никогда детали не строгать. Понимаете, вы думаете, о чем речь. Один прочитал, а что тут нагородил, потом прочитал, ой-ой-ой. А потом прочитал ко мне, да ты, батька, нахал, говорит, ты о чем пишешь, ты, говорит. На три раза просят пояснение к стихам дать. Без вымыслов, без тайных пересудов, их роль размашисто к престолу приводила. Рубили, вешали, как аспида Иуду, и бросят на закуску крокодилам. Посты немалые визири доверяли, имели доступ к чашам винопития, оканчивали плахо и зверями, трясли допросы на мельчайшем сите. Иудчасть великая на будущем суде, за унижение сплошной чередой. Зачтется в царстве увенчанным сидеть, быть может, с самой красивой бородой. Быть евнухом в духовном плане худа, ни семени, ни малого потомства. В воде не орошать, отрезано за прудой, рука не набаюкается в досталь. Страна из евнухов, юродивая Русь, кичилась храмами, богатством монастырским. Без пользу купол, как червивая грусть, кровавым соком красный угол брызнет. Понимаете, купол не наклонился, как червивая грусть, когда ломали-то. Сравнения-то какие бог дает? Червивая грусть, она похожа на грусть. Да будет плодоносным пол любой, евангельская вера пробудет интерес. На лобном месте столько сшиблась лбов. Голговский избавитель на третий день воскрес. Воскрес. Вопрос всегда стоит, воскрес он или не воскрес. Я закрываю. Теперь еще у меня что-то тут есть, попутно показать. О чем речь? Это что? А-а-а! Вчера обнаружилась моя промашка. Оказывается, у меня 30 томов открытым оком вышло, а 3 тома выставлены в интернете. И она ныне у меня в этих томах, вот она, 160 вопросов, которые нигде не освещены. Готовы, только их теперь вытащить из книги. Книги стоят на сайте. Вот она где. Вчера только обнаружила, какая страница, под каким номером этот том идет. Дальше содержание 32 тома. Вот оно. Вот просчитайте просто какие. И они стоят на это. И те ответы даны, они мне задают, они давно отвечены. Третий, 33 том. Вот оно где. Вот какие серьезные вопросы были. Вот. Вот сколько. Мы просто закрыть придется здесь. Я еще сразу покажу. А сколько проповедей, проповедей здесь было. Где эти книги? Вот она. Это что? Вот проповеди. Проповеди. Вот. 167 проповедей в трех томах. Посмотрите, какие темы. И тоже закрытые. Стоят, никто не знает даже. Как-то их вытащить бы сейчас мне надо. Чтобы, как обычно сделано, ткни, и сразу открывается проповедь. Пал павит. Вот ребята начали делать. Не знаю, получится ли. Дальше. Вот какие проповеди. Они простояли уже лет пять. Мертвым грузом. Ну, а проповеди. Тысячи проповедей ушли вообще незаписанные. Говорят они, да ты не проповеди. Какое проповеди? Как на безрыбье рак рыбы. Вот она. Посмотри. Это просто гляньте, какие темы. И это все на основании Слова Божия. Вот она. Это попутно показать. Так что вчера я раскопал. Даже не знал, что они у меня не вошли в ответы, вопросы. Вопросы, ответы и в проповеди не вошли. Вот она где. Просто посмотрите, кто интересуется этим. Какие проповеди? 167 проповедей обнаружил. Я даже и не знал этого. А где их можно было найти? А вот смотрите, что у нас здесь получается. Наш сайт. И что на сайте. Вот они проповеди. Вот проповеди. Смотрите. Справа. Откните в них. Сколько проповедей? 1136. Вот теперь только ткните по алфавиту. Вот пошли по алфавиту. Какой том, какая страница. Вот они идут. Вот они. Вот они идут. Мелькают. Это проповеди, которые стоят. Это проповеди, которые я в храмах говорил. Ну просто я протягиваю. Это очень, очень много. Тысячи. Ну понимаете. А дальше. Список проповедей по местам писания. Эти же самые проповеди. На какие именно места писания я говорил? Вот оно как выглядит. 1136 проповедей. Ну пусть покажут, кто проповеди говорит. Такой разнос у них есть или нет? Самые известные проповедники, которые у нас есть в православии. Ни у кого такого не встретишь. Почему? А это работа. Дальше мы в Евангелии от Матфея. Вот еще тут у меня не туда снулось. И вот дальше идет по Матфею. Вот сколько. Марка. Луки. Вот какая глава. Какой стих. Какой том. На какой странице. Книги-то есть. Открывай. Это 38 книг у меня. Книги почти кончаются. Вот они. Деяния. Апостолов. Кремлинам. Вот на какие я говорил проповеди. 1136. Это все на места писания. Все данные проповеди на места писания. Но в конце еще появятся такие, которые по тематике. Что? По Ветхому Завету. На праздники и события. Вот оно. Посмотри сколько. День пророка Ильи. Дмитрия Скубота. Вот оно все. И в Новом Завете. Убийство царя. Вот. Я еще раз говорю. Это на нашем сайте. И тут только книги. Православный форум. Вот тут проповеди. Тут ответ на вопросы и ответы. Я ухожу отсюда. Продолжаем дальше. Юлия. Так. Ага. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Владимир и Никита. Прошла ваш ответ на вопрос. Вопрос 624, 2 том Иоанна 3, 18. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. У меня вопрос. Можно ли молиться за умерших, если при жизни они отвергли Бога, не верили? Понятно, где теперь они могут находиться. Будет ли грехом моя молитва за облегчение их участи? Или я могу прогневать Бога, так как прошу за недостойных? Я понимаю, что в церкви за таких нельзя молиться. Тем более, просить Царства Небесного. Я молюсь за облегчение страданий их душ. Лучше не молиться за недостойных? Или есть хоть какой-то шанс? Будет ли мне вменен грех прошения за недостойного? Или, если я правильно думаю, шансов уже нет, так как уже осуждены. И просить за таких людей – это богохульство. Как на этот вопрос ответит любой из священников православных? И как протестант. Протестант скажет, что все закрыто. Православный скажет, что обязательно приходи, заплати сколько надо, вечное поминание, запсалтирное чтение. Ну все, только деньги, чтобы пришли. У католиков проще. Там счастилище, грехи выкупаются, они страдают, вылазят оттуда, пьют вода. То есть там описано подробно все. Потеряно возвращенный рай, как говорится, у каждого здесь. Ну а как правильно отвечать? Мне нравится, конечно, меня за это осудят, как Конфуция отвечает. Его когда спросили об этом, ну как вот это дело? Он говорит, если я скажу, что вот это, что вы на кладбище ходите, это помогает им, это нужно им, вы живых забудете. Если, я скажу, не помогает, вы их хоронить не будете, бросите. Умрешь – узнаешь. Вот это умрешь – узнаешь, есть. Но по православному польза есть. Это деяние апостолов толкует Златоуст в 9 томе, в 5 главе он толкует. Там есть это, что польза есть милостыню подавать. Но это только за тех, которые верили во Христа. Неверующий не увидит жизни. И поэтому в конце такой молитвы нужно добавлять. Если Господи не угодно, молитва моя, прости меня. Это так было, когда сестра родная Льва Николаевича Толстого, Мария, она монахиня была, хотела молиться. Я ей разрешил, там, кажется, нектари оптинские. Молись дома, Килейна, а там Бог усмотрит. Вот меня неоднократно об этом спрашивают. Есть люди, которым закрыто самоубийство. А сейчас и самоубийство туда тащат. Самоубийство вообще не поминается и на кладбище не хоронится. Вот как. Но какая польза? Чувство любви. У нас в городе Барнауле погиб мэр города Баварин Владимир Николаевич. Это был мэр, входящий в десятку лучших мэров Российской Федерации. Он мне сильно помогал. Он просто близкий был. Ко мне приезжал сюда, он голубятник тоже был. И погиб. Я никогда не хожу никого хоронить. А тут пошел. В Дворце Спортов он там был. Там много фотографий делали. Все в чакале. Но в газете поместили та, где я иду. Увидели настолько необычное, что пришел и поместили эту фотографию в газете. И я сразу с вечера стал. Помолиться надо. Как узнать? Крещеный, не крещеный? Я звонил, звонил на главного редактора нашей губернской газеты Алтайской. Правда, вышел. Шепчук Ольга Николаевна. Она говорит, да, он крещеный. Крещеный. Он, кажется, крестил ребенка у кого-то тут. И он стоит даже, фотография есть. И правда, я потом нашел. И я стал молиться. Молиться. И о нем у меня много написано. Владимир Николаевич. Крещеный человек. Мне особенно за 11 дней, кажется, до смерти я пришел в городскую администрацию. И встретились прямо в Вестибюле. Там большое. И с ним какой-то небольшой человек шел. Он вот так всегда обнимет, поцелует. Ты знаешь, кто это? Это же Лапкин. А тут какой Лапкин? Откуда? С чего? Ну, он, ну, знаешь, что-то. Он коммуну построил. А коммунисты не могли его построить. Он бывший парторг моторного завода. Коммуну построил. Лапкин. Ну, вот так. Молиться можно. Надо смотреть с рассуждением. Я молюсь за всех родственников, за всех православных христиан. За всех. Молюсь, чтобы не было покушения ни на президента, ни на всех. Дальше. Юрий Соболев. Сегодня попросили, пригласили от высшей школы прочитать курсы лекций по вопросам духовной безопасности. О сектах и лжеучениях в летней школе. Вот анекдот получается. То есть на него нападал Дудин, опять же Дудин. Как Дудин на него не отвечать? Выстраивающий свои занятия на гнилых сектанских подпорках, в кавычках. Это он его так объединил. Инициированный, в кавычках. Член тоталитарной секты Лапкина будет читать лекции о сектах. Понятно. Вот вчера его только понужнул вот этими фразами. Ну, такое есть, кажется. Называть даже нельзя. Нормальный ум так никогда не напишет. А его вызывают, он преподаватель университета, академии, университета государственных в Красноярске. Это самый кошмарный сон Дворкина. С кого? Сект, лекция о сектах. Главное, который сектант. Инициированный Лапкина. Это элитарная секта Лапкина. Ему подсказывали Лапковщина. Ему говорят, не Лапковщина. Везде писали ролики. Как, как? Он же не Лапков Лапкин. Он теперь Лапкинщина. То есть поправку дали им. Валерий Смирнов. Игнатий Тихонович, кроме Дудина, есть и другие темы, и более важные, где ваше отношение ко встрече на Кубе или это не важно. Что вы боитесь? На вас не похоже. А события себе требуют достойного разбора. А вы молчите. Нельзя ли попросить о встрече на скайпе с вами? Можно. Придите на скайпе. Я скажу, я был с трех сейчас примерно с шести или с пяти даже по Москве до семнадцати. Потому что утренний час, вот мы записываем, вот тут было с трех раньше. Можно. Ну как, если он нападает и говорит, ну просто я обязан сказать. Если они всякую пакость льют, но я должен как-то отреагировать и говорить, показывать. Вот я когда вел занятия в пяти университетах, в школах, во всех техникумах, даже нельзя увидеть, где я не преподавал. Слово Божие. Выступал. Вел занятия. Просто нету. И на заводы, фабрики, КГБ, прокуратуры, суды, милиция, лагеря, воинские части, все отделы милиции. Везде. Ну абсолютно везде. И были люди, которые узнали, где у меня сегодня. У меня четыре-пять занятий было в день в разных местах. Я хожу за вами, но вот что главное, я заметила, вы все время против учителей говорите. А она учительница. А другой, он ее не знает и говорит, я хожу с вами сколько уже. Вы везде против священников говорите, а он священник. КГБшник подошел и говорит, вот все время вы против КГБ говорите. То есть все нашли ответ до себя. Ну что сделаешь? Кто бы ни приходил, он в словах Божьих, не в моих словах, найдет обличительное слово. Телефон звонит. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Ну и теперь давай посмотрим дальше, что у меня пришло здесь. Вот. Просчитай. Игнатий Тихонович, Юлия Долбнева. Игнатий Тихонович, мир вам, появилась такая идея. Кто хочет изучать английский, берем англоязычную, Holy Bible. Там два столбца, один на русском, другой на английском. И чтобы не ошибаться, произношение включаем, англоязычная. Ну тут много прочитайте. Проведи, Валвадя, как оно выглядит-то. Правильно. Это Чернышевского, что делать, она изучала язык именно так. Два столбца я изучал точно так же. Точно так. Она напомнила, и тем более можно слушать одновременно. Ну прочитайте как. И для детей это полезно, и для души полезно. Как-то перевод Библии этот, другой какой-то. Да. Ну, чтобы сходился перевод Библии-то. Дальше. Это пришло за ночь. Вот что сейчас идет, это с форума, на форум перекидывали. Один и тот же человек перекидывает меня. Екатерина Танико, 25 лет, Днепродзержинск, Украина. Приветствую вас, брат во Христе. Хочу попросить у вас прощения за все, что писала. Добавьте в друзья, пожалуйста. Простите, пожалуйста, меня грешную за все. Это ВКонтакте. Я попрошу модератора, добавьте ее. Юрий Пудовкин, городной город Тамбов. Доброго времени суток, Игнатий. Подскажите, почему в Ветхом Завете нельзя было есть свинину, а в Новом Завете можно? Вот понимаете, что в Ветхом Завете нельзя. Левит, 11 глава. Ну, Бог так установил. И он не объясняет свинью. То есть нужно, чтобы животное имело жвачку и развоенные копыта. У свинии развоенной жвачки нет. Жвачка есть у верблюда, копыта развоенных нет. Достаточно нет. А зачем? Чтобы сузить человеку. То нельзя, другое нельзя. А можно резать быка. А почему? У него копыта развоенные. Овечка-то не выдержит пустыню. А для чего? Ты поклонялись Богу Апису. Почему они сделали вала? Вала, идущего траву. И теперь, если охота-меса, то нельзя, другое нельзя. А быка можно. Они стали его резать. То есть сдвинуть на то, что зарежь, зарезали. Никакой это не бых. Это, сказать, не Бог лежит. У меня есть стихотворение такое о корове. Моились как рвотой. И так, и наконец так. Вот и почему. Ванесса Мэй. Игнатий Тихонович, почему, когда Иисуса принесли в храм, то сразу два человека сказали, что он пророк. А потом, во время его служения, эти несколько учеников, женщины. Где же потомки тех пророков? Никодим, то, что идеологически был готов услышать новое, в честь этого даже помогал с похоронами. Но так, как еще тогда хоронил с почестями. И то, как еще тогда хранили с почестями. Что-то непонятно. Непонятно. Сам вопрос непонятен. Кто пришел, тот и пришел. Какой вопрос-то? Вопрос в чем? Почему те не пришли? Вопрос не ко мне. Бог так устроил. Валентина Горовая. Господи помилуй. Я считаю, это надуманный праздник. Я объясняю это дело. Нужно праздновать, если праздник, если нужно сделать. Обращение Павла, встреча с Господом, когда Саввел обратился. И каждый знал, встретился или нет. А то, что было, Симеон умер, и все это светится смерть. И что ныне отпущаешь, то есть ты умрешь. Замучился я уже жить здесь. Старый, 360 лет не умирает. Ныне отпущаешь, арабатывая. Я видел. Ты видел или не видел? Надо перевести на новозаветнее. Праздник надуманный. Валентина Горовая пишет. Игнатий Тихонович, благодарю вас за то, что вы не боитесь правду говорить. Не со всеми вашими взглядами я согласен, но в самом главном едино с вами. Да, я тут просил про патриарха и папу встречу. Там шагнули как-то быстро. Я не уклоняюсь, я уже ответил и не один раз. Они с закрытыми дверями, что говорили, материалов-то нет. Вот патриархия всасывала в себя зарубежную церковь. Втягивала, втягивала, разложила. Теперь патриархии втягивают католицизм. А католицизм давно втянут в масонство. А масонцы втянуты куда? В жидовство. А там кто втянуты в левие на колено. А там три человека, которые знают, как привезти к Машиаху. Вот система-то какая. Встреча, ничего она особо встречи не имела. Разве это плохо, что патриарх встретился? Что его ограничивать-то? Почему он должен перед нами отчитывать это? И теперь ролик выставили. И как говорят, допустим, о гомостексуалистах патриарх. И это да патриарх на фоне папы-то, когда считаешь-то. Да это вообще он святой. В сравнении с папой-то. Какие выражения-то? Как он выглядит? Какая у него борода? И папа в возрасте 80 лет, ему 70. Как яйцо брит это. Страшно смотреть даже. Католики. Он там все и атеисты, все. А патриарх-то отвечает, будь здоров, послушать надо. Так патриарх, он не такой в сравнении, когда не с чем сравнивать. А когда с папой сравнили, знаешь, патриарх-то день и ночь надо его молиться, на руках нести. Вот какое дело. Какой вывод мой? Алекс, Алекс Мир. Я конечно есть, мы окаянин. Видите, что делает? Я не пойму, что у него? Что делает? Видите, руку положил на бедро. На бедро женщина. Ну, еще дальше-то непонятно. Что он отмечает? Ну, пишет. Игнатий, крещение от смысла слова погружения. Почему мочат голову младенцам? Или кропят, как католики? Где истина? Мы не имеем нужды в православной церкви с водой. Что мешает крестить, а не мочить голову или кропить водой? Безумие, потому что католичное давно. Не надо в католики тянуть, уже все католическое. Бритые священники, даже видно. Крещение одной ладошкой, все католическое. Кого боится католика, когда оно уже католичное, я как будто не видят. Вот где главное. Это и таинство, так как попало, все делает. И бритые, и все остальное. Ну, а тут тут еще найдешь. Не знаю уж, не знает. О крещении у нас много сказано, зарядите. Вот на нашем сайте отдельно. Вот здесь о крещении, к истинному православию, вот книга наша. Там все, абсолютно все написано, что нужно. Вот я что-то опять не туда залез. Время драгоценное теряю. Вот. Ну и дальше. Юрий Остапченко. Боязнь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Аминь. Приветствую вас, Игнатий Тихоныч. Вы молитесь о нуждах святых? Каждый день. Не меньше семи раз на молитве. Вот у меня оружие какое. Я не знаю, ему видно, нет Юрия. Вот. Это три святые, сто поклонов и своими словами. Не меньше семи раз. Не считая утренне-вечернее. Я верю в эти поклоны и верю, что это помогает. А кто не верит, пусть не верит. Алексей Боишепс, Псалом 24.4. Укажи мне, Господи, пути твои и научи меня стезям твоим. Чудесно. А вот зачем бред? Зачем галстук масонский? Ну, сразу. Приветствую, брат во Христе. Я глухонемой, не слышу. А у вас в церкви РПЦ или РПСЦ? Это старобрядческая. Нет, мы относимся к РПЦ, маленький язык, зарубежной церкви. К зарубежной. Роман, Роман, показать подробную информацию. Игнатий Тихоныч, Алфеев и патриарх Кирилл вовсе не благословляются у Папы Римского. Они целуют друг другу правую руку, как знак архиерейского приветствия. Разве нет? Да я говорю не это только, а раньше, которые были-то. Игнатий Тихоныч, в этом видео крещение в одном из приходов заповодного обряда в антиохийской патриархии, погружение взрослых людей, оно происходит на последних четырех минутах. Посмотрите, скажите, правильно ли там все. Ну, ну что, включить? Я даже не посмотрел, все это идет. Ну, правильно там, полностью вертикально, чтобы входил в воду. А тут я не вижу, какая возможность-то. Я просто не вижу. Ну, ладно, я нажму. Игнатий Тихонович, не могли бы вы, где можно найти видео о том крещении армянской девушки? А тот армянин из Германии, очевидно, был крещен в детстве, а крещен в голову. Так, вот он где, последние четыре минуты. Я не знаю тут, что у него будет. Где он? Все, одевши? Да, прям... Ну, какое это крещение? Одевши в баню. Кто одевши уходит? Ну, руки ему... Где он мог? Что? Рубашка висит не мокрая. А то вообще обман. Как? Вот она заходит, одевши. Ну, посчитайте крещение. Вообще полностью раздетая. Что одевши-то? Обдевши она, одежда будет мокрая. Вот она где. Что? Голова торчит. Он, она опрокидывает. Опрокидывает, ишь. Почему она одевши-то, непонятно. А почему опрокидывает, тоже непонятно. Рука торчит. Не знаю. Ну, хоть погружение было, ну и слава богу. А, видимо, условия не позволяет. Вот натянули они в ванной. Ну, тогда это другой разговор. Вроде как рука еще осталась снаружи этого... Да, рука... Нет, это надо, чтобы полностью было. Не могу я смотреть с головы... Это, детстве там это посмотрел, и... Я видел это дело. Ну, зарядите там у армян. Все обратно искать, это заниматься нечем. Сергей Тимон, Москва. Здравствуйте, Игнать Тихонович. Простите за наглость. Но будет ли раздача Библии, Евангелия Красная и так далее в Москве? Не знаю. Мы не в Москве живем, а здесь. Мы каждое воскресенье раздаем. Что интересно, вчера наши ходили на благослужения здесь. Покровский собор, это центральный собор в Барнауле. И вот эти красные, написано по благостоянию Патриарха Кирилла. И раздавали. Церковники выскочили, и что? Ну, и не раздавайте. Не раздавайте, потому что у нас... Они продают. А раз получил бесплатно, не получится. Не давайте. Они говорят, я раздаю, просто раздаю, и все. Не раздавайте. Сразу же предупредили. Не раздавайте. У нас там есть... Видимо, к этому. Я не знаю, еще дальше было. Дело в том, что мы эти красные... Мы же красные Евангелия из Москвы доставляют нам. Так что в Москве... Из Москвы, так-то у них больше. Дальше. Пускай там не спрошу. Григорий Брасов. Любовь – это абсолютная возможность. Счастье – это неотъемлемое благо. А жизнь – это ежедневное пребывание в главном. Какой-то травник пишет. Не знаю. Это я не объясняю. Спасибо большое. Спасибо, Игнатий Тихонович. От всей души благодарю вас за вашу внимательность и сердечность. Игнатий. Примите все сейчас и мои пожелания доброго здравия. Любовь Господа с вами, милость на путях ваших. Всегда вам рад. Григорий. Ну, не видно, кто он. Священник, не священник. Благодарю. Это обдумать надо. Абсолютная возможность. Любовь. Может быть и так. Счастье – неотъемлемое благо. Может и так. До конца – счастливое. Кто его отнимет-то? Жизнь – это ежедневное пребывание в главном. В главном – это служение Христу. Вообще неплохо. Дальше. Ефросинь Артемьева. Грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Управ в твою и снова спотыкаясь. О милости тебя, Господь, прошу. И пред твоим величием склоняюсь. Истинно так. Спасибо Господи, Игнатий Тихонович. Божьей помощи всей общине. Ну, просим вас помолиться о нас там. Как ее звать-то? Ефросинья. Может быть, она не Ефросинья была, Евгения. Тут это имена другие. Особенно, когда монахини принимают мужские имена Михаила. А вообще, с кого таких и не было. Это неправильно Ефросинья. Это женское имя. Александр Романов. Двигатель языка сердца. Чем полно сердце, то изливается языком. Да, язык это лопата, которая выбрасывает то, что уже не вмещается. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Мне не безразлично ваше отношение к происходящему в РПЦ. Особенно после встречи патриарха с Папой Римским. Вопросы феминизма теперь не считаются православия ересью? Нет, не считается. Давно уже не считается. В 2013 году с Тихой Сапой, в кавычках, отменили все поместные соборы, представив все решения принимать архиерейскому собору. Это уже не православие. Истинно, никакое уже это не православие. Без канонов это не православие. Это просто разброд. Видимо, вашего отношения нет. И, полагаю, не будет. Как? Вашего отношения нет. Есть какое отношение? Это безумие? Тихой Сапой все сделали. Это безумие. Вы все сказали правильно. Как его звать? Александр. Александр, вы сказали все правильно. Вот так. Я хотел попутно сказать вот что. Посмотрите. Вот это наш лист в моем мире. И друзья. Сегодня я выбросил много друзей опять. Вот друзья. Вот сегодня, которые пришли. Вот я просто покажу, как они выглядят, люди. Мне что-то заменить надо. Вот это такое. Это далековато стоит. Поближе. Вот. Видно взгляд мужественный. Женщина. Даже без плотка. И то она как выглядит. Вот она как. Это далекая. Не поймешь, кто там стоит. Дальше. Кошка. Не с кошкой же я буду дружить-то. Таких я всех... Но это не друзья. Просто пришли. Из друзей я всех таких выкидываю. Тут тоже не поймешь. Накрутил, навертел крылья. Ну, здесь тоже нельзя пойти. Вот. Открытая, с бородой. Очки светлые можно. А если очки темные, из друзей я выбрасываю. Мне нужно видеть глаза человека. А это иконка какая-то или не поймешь чего. Это тоже. Таких, если бы вы были в друзьях, я убираю. Один раз около тысячи выбросил за один день. Вот. Принимают такой. А он потом меняет. Я таких не принимал. Вот. Тень. Ну, с кем дружить? С тенью. Ну, посмотрите сами. Вы бы вот. Вот. Видите, как-то люди с нами знакомы. Видите, с бородой. Как видно, Николай. Ну, видно как. Вот стоит человек. Поменьше, правда, надо больше. Но как на паспорт надо давать. Чтобы видно было. Вот оно. Вот. Видите, это наши люди. Ну, это храм видно, а человека не видно. Это так уже. Вот. Это непонятно что. Зачем это такое? Что тут? Ну, человек. Где он? Тут нету. Вот человек. Вот это человек. Вот она в платке. Видите, какая прекрасная. Вот. Просто я показываю все. Вот она. Вот это наши люди. Она решила комнату показать Валентину. Ну, или вот это. Что тут есть? Короче, так сказать. Это в друзьях у меня такие не будут. Вот. Зачем это нужно? Обманывать себя. Дальше. И дальше это все за один день пришло. За ночь. Дальше. Кто? Елена Трегубова. Вот она как выглядит. Все. Зачем она скрыла? Это надо полностью было открывать. Дорогие мои. Если так получится, как мы хотим, я уж точно поверю на 100%, что Бог меня любит. Я так хочу хоть во второй половине жизни быть счастливой. Счастливой, как женщина. Я не знаю, сколько мне еще отпущено, но вот я пишу вам и прямо слезы в глазах. Какие слова найти, чтобы Бога умолить, дать нам возможность удержать любовь? Я уже столько страдала душевно. Простите меня, что сегодня вам написала. Вы, Игнати, для меня много значите. Ну, я прошу просто, оденьтесь, наденьте платочек. Начинайте молиться. И Бог все устроит, как вам нужно. Ну, нельзя так. С чем ты грудью привлечешь? А что там такое? Ну, ты сама знаешь, что ничего нет. Одна с заключенными работает. Говорит, ну еще, говорит, Лудоний ударил, говорит, меня. И один кисель остался. На всю жизнь калека. Ольга Боголюбова. Рефлексия. Город Уфа. Непонятно, что за рефлексия? Игнатий Тихонович, я читал ваши работы. Впечатлена. Спаси Бог. Ну, что вы считали, то вы это мало считали. Вы прочитаете 30 томов. Игнатий Тихонович, что самое ценное для вас в отношениях с Богом? Вы тебя допрашиваете, как этот... Многоглаголевый. Этот еврей там все время всех откакывает с Богом, чтобы сказать, зачем меня допрашивать? Что самое главное в отношениях с Богом? Понимаете? Что самое главное в отношениях с любым человеком? Не обижать, не оскорблять. И Господь говорит, любите меня. Любовь. Его ко мне безграничная. И от меня не должна быть безразличная. А как? Не огорчить. Как бы не огорчить Господа? Иметь страх Божий. Как бы, чтобы Господь не пожалел, что меня избрал. Самое главное, доброе отношение мое, соблюдение заповедей. Ходить в Духе Святом. Чтобы во мне были те же чувствования, что во Христе Иисусе. И вот на молитве стою, и внезапно Господь полагает на сердце. Начинаю делать. И гляжу именно так. Вот простые примеры. Я издаю книги. Издаю, я не знаю, когда закончу. Стол. Стол приезжает с Украины человек. Он делает. Стол помогает. Прекрасно. Сделал. Я издаю книги. Потом решил раскладывать на столе. Разложил 38 книг. Ни одна не входит. В две книги. В два ряда идут. По 19 книг. Вот посмотрите. Все, я закончил. Стол-то как подготовлен был. Теперь мне нужен большой бак. Полтора на полтора метра там. В лагере-то. Где поставить, я его не знаю. Растут деревья. Вот тут бы хорошо, но не войдет. Входит до одного миллиметра. Сварили, подняли, опустили. К дереву вплотную. С той и с другой стороны. До миллиметра. Такого не может быть. Именно то место, и когда на заводе заказывали железо, я даже не знал про деревья-то там. Людмила Баранова, 53 года. Толдом России. Замужем. Игнатий Тихонович. Как относиться к православным к встрече патриарха? Католики по православным канонам еретики. И общение с ними запрещено. Ну, где они еретики, показать нужно канон. Где, я чтобы знал-то. Сошлитесь. Узнайте, где еретики. Если нельзя, значит, долой всех этих, которые туда ездили, патриарха, алфеева, как говорится, за хвост да в яму. А если это не так, а мы оклеветали их, а они делают доброе дело, быть надо очень осторожным. Быть осторожным. Но что, это хорошо или плохо, правиться дальше. Но встреча сама по себе это хорошо, в любом варианте. А что они за закрытой дверью делали, это не обсуждаемо. Надо молиться. Молиться. Мы молимся патриархе, когда поехал, и что Бог сохранил, и прочее. Поэтому успешно будет, мы скажем, наша молитва услышана. Пишет Влад. Игнатий Тихонович, подчинитесь ли вы папе Римскому? Никогда. В 1870 году на Первом Ватиканском соборе... Ну, ладно, понятно, о чем вы просчитаете. Которая правда, все это... Никогда. Даже об этом думать не надо. Я слышать не хочу про это. Виолетта Сергеевна, Игнатий Тихонович, есть вопросы по Писанию. Давай. 1 Коринфина, 15 глава, 24-28 стихи. Почему Сын передаст свое царство Отцу? Так. Почему Сын передаст свое царство Отцу? Ну, так написано, и все, не надо спрашивать. Это вопрос ко Христу. Дальше. Почему Иисус говорит, что пришел не сам от себя, но от Отца? Иоанна 7, 28. Ну, говорит и Христу... Почему Он так говорит? Это к Нему вопрос. Разве я могу вообще объяснять? Потому что они едины. Бога истина от Бога истины. Лука, 23-46. То есть, от кого зависело будущее воскресения Иисуса? 23-46. От кого зависело? Ну, понимаете, вопросы-то какие. Это к Арсению Великому пришел, он промолчал и все. Как бы ты спросил, как от грехов избавиться, я бы сказал тебе. От кого это зависело? Как написано? Воскресил Отец с силой Отца. И дальше. А в другом месте написано, сам воскрес. Римлянам, 15-3. И вопрос. Кому угождал Христос, если не себе? Надо читать стихи. Тут непонятный сам вопрос, кому угождал? Да нужно начинать просто стихи, и потом по этому стиху понять вопрос, что они хотели спросить. Не знаю. По первым вопросам это свидетели Его вот такие задают. Так называемые. И последнее, первое Коринфянам, 6-14. Бог воскресил Господа. Кто представляет Бога, а кто Господа? Вот Господа. Это все они накручат. У нас символ веры есть. Бога истина от Бога истины. И Духа Святаго Господа истинного, животворящего. Зачем истинное Духа Святого Никон выбросил? Вот этого безумия понять не могу. Он истинный Бог. Здесь на эти вопросы отвечать будет Господь в Вечности, если ответит. Там листья для исцеления народов. Тончайшего разумения. Татьяна Кочерга, 59 лет, Киев, Украина. Это что, Кочерга фамилия? Да. Ничего себе. Кочерга. У нас обзывают так бабку. А что это у ней? Святы? Да. Типа ландыши. Или фасоль. Ландыши какие-то? Ландыши. Дальше. Игнатий Тихонович, моя подруга, православная христианка, сейчас выходит замуж за мусульманин из Ирана. Является ли это грехом? Безумие. Полное безумие. Если он не христианин, имеется в виду. Она потеряла все. И детей, и все, все, все. И конец ей. Кырдык. Алексей Попов, 25 лет, Томск, Россия, женат. Игнатий Тихонович, при каких условиях верующему можно не соблюдать пост? Нет никаких условий. Не соблюдать пост, это означает, разрешается болящему растительное масло и вино чуть-чуть. Больше ничего не разрешается. А чтобы есть мясо, такого нету нигде. Игнатий Тихонович, он же задает вопрос, в чем прелесть деревенской девушки? Прелесть? Ну, если, я не знаю, как вы понимаете. Это, как всегда, грудь ее, и чтобы она выглядела вся, ее прелесть. Прелесть это грудь, как правило, называется. Женщина-то тайна, всегда говорят. Тайна в всем, она прикрыта, когда. И поэтому, когда мусульманин, он видит, что она прикрытая, он даже не знает, как она выглядит. Еще, говорят, первый раз видит. Уже ночь переспит, и то не знает, кто она такая. Это оказалось, Яков проспал-то даже не с Лией вместо Рахили. А тем более, еще после ощущения, это Миква, после этого встречается, как будто вы первый раз познакомились. Все умно сделано. А тут каждый день, это через три года уже, оно и то же, приелось. Дальше. Дмитрий Иванов, 34 года, Москва, Россия. На фоне космоса. И как нашел? Он знал, что так будет светить, его эта стрелка в нос ударит. Но поместил. Игнатий Тихонович, вот встретились с папой патриарх. А какие разногласия здесь у православия, у католиков? Ну, самое первое, что мы не приемлем примат папса, что папа над всеми, главный там наместник Бога, чушь. Нигде этого нет в Писании. Они берут папа, сказал, что Петр камень на нем восстает. И не забывайте, его сатаной назвал. Один апостол, которому имя сатана было. В какой-то момент. Отойди от меня сатана. Ты мне соблазн. Почему не берете, чтобы последователь сатаны? Образно говорят, это не так, конечно. Петр это верховный апостол. Возможно, это есть ли какие-либо серьезные разнообразия? Таинства все разрушены. Крещения нету, причащения нету. Другие, это вот хорошее, это и у них исповедь. Исповедальнее отдельно там. Вот это хорошее есть. Если хорошее много. Вот это, что там у них только нету. Даже перечислять не надо. Так, учение абсолютное. Вот это так, дальше. Вот это приемлемо, то и другое. Филеохово не имеет никакого значения. Дальше. Учение об исхождении Святого Духа и от Сына. Дальше. Изменилось ли учение о спасении и первородном грехе, вследствие чего возникли догматы по удовлетворению Бога за грехи? Частилище, сокровищница, заслуги и индульгенции. Это отбросить, сокровища. А частилище православное ничем не лучше, когда молится. А удовлетворение Богу за грехи, юридическое право. Да, это правильно. В 19-20 веках были провозглашены два основных, так называемых, материальных, мореальных догматом. О непорочном зачатии Девы Марии. А, это не так. Нет, это неправильно. И телесном вознесении на небо. Православных точно так же. В 1964 году на Втором Ватиканском соборе подверглись коренному пересмотру учения о церкви и о ее роли спасения человека. Вникать не хочу, потому что православное, мы знаем, роль церкви в этом в том, что есть священство рукоположенное. И отпущать грехи. Не надо перехлестывать туда. Это все за ночь мне накидали. О! Олег Кривошеев, 50... Представьте, какой снимок поместился. 52 года. О, еще могу сказать сразу. Как знаете, что бриться нельзя. Дальше. Игнатий Тихонович, что означает иметь страх перед Богом? Вот так. Как не допустить, чтобы страх перед человеком или толпой стал преобладающим? Да такого не должно быть до живота-то. Не бойтесь, я с вами Бог. А перед Богом, как бы его не огорчить? Не огорчить. Как я сделал, не так. Ну, как ребенок понимает, чем? Разбил там что-то. Татьяна... О страхе Божьем надо же каждый день молиться. Я каждый день молюсь и благодарю Господи, что Ты меня избрал. Дал веру в Тебя, страх перед Тобой и ожидание суда Божия. Так молимся? Так. Так, каждый день, каждое утро. Игнатий Тихонович, кто в наши дни имеет власть прощать грехи? Ну, как и всегда, священник. И друг другу. Хоть один может исцелить больного словом? Сколько угодно. И Марка 2.10. Ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Говорит, расслабленный. А теперь, говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом твой. Такие есть, не только монахи. Бог делает, как надо. Ульфрик Буревестник пишет. Игнатий, я не хочу любить Бога. Я должен его любить? А как же моя свобода воли? Ведь он ее ущемляет, пугая меня адом. Значит, нет никакой свободы воли. Ведь если не стать рабом Бога, то он закинет тебя в ад. Да, да, так и есть. Не любишь, не люби, иди в ад. Что тебе сказать-то? Ты не обязан любить мать. Тогда и мать зачем любить? Зачем женщину любить? Ты же лжешь, что ты говоришь. Это я люблю тебя. Только удовлетворение похоти своей. А перед Богом всем обязан. Как не любить того, кто дал мне жизнь? Дал природу. Все в мире прекрасно. Все чудно. Там, где человека нет. И друг. А почему я должен его любить? Ну, не люби, никто не заставляет. Иди в ад. Саша Север. Москва, Россия. Игнатий Тихонович, почему падшие ангелы не могут покаяться? Ну, так уж. Бог установил. Это не ко мне вопрос. Нету покаяния им. Почему? Кто знает, почему? Бог так установил. Маша Лясковская, Иванишина. Кто Дух Святой похурел, нет покаяния. Уже он не может раскаяться. Человеку надо плачать. Я похурел Духа Святого. Если ты каешься, ты не похурел. Вот граница где. Дьявол не может каяться. Вот видишь как. Это, видимо, коляска детская. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как вы, ваша община, относится к архиерейскому собору и выдаче проекта документа о будущем восьмому собору? Ну, это маленько он опоздал, видимо, с этим. Я говорил как. Никаких еще данных-то нету. Они скрывают что-то. И поэтому на то, что они сказали, там, о спасении души ничего и нету. Как кого-то спасать пытаются, там, ну, то есть, совершенно не касается меня никак. Иван Тарасенко пишет. Добрый день, Игнатий Тихонович. Нашел на ютубе интересное видео, ссылка, в котором епископ Евтихий, в миру Иван Тимофеевич Курочкин, епископ Русской Православной Церкви, епископ Домодедовский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, в ходе службы в Богояльинском соборе в городе Шим, Тюменской области, ведет предвыборную агитацию в соответствии с федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Статья 48-я. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума. Седьмое. Запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, крупно сделай, чтобы видно было, да? выпускать и распространять любые агитационные материалы. Иг. Благотворительным и религиозным организациям, учреждениям ими организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний. Не кажется ли вам, что не об этом должен рассказывать епископ по своему приходу, а заниматься благовествованием о вопросах, связанных со спасением бессмертной души, знак вопроса? Так, он еще живой, ему напишите, да. И с вами я полностью согласен. Именно так. Я когда видел это, я думаю, зачем он это делает-то? Зачем? Ну, я не стал ничего говорить, он властен. Я хотел сказать, вот эта книга, у меня 38 книг. Ну, и слышать некоторые не хотят книги. Но когда вот эту книгу прочитают, это ключ ко всем книгам. Сразу же, мгновенно, в этот день ко мне пишут. Ой-ой-ой, да скорее давайте я назад беру свои слова и этот ключ ко всем книгам. Так, маленько еще задержимся чуть-чуть сегодня. Вот, я хочу показать наш православный видеоканал. Посмотрите. Вот православный видеоканал. Если нажать на слово здесь, вот главное, то пойдут жития святых на каждый день. Вот они выставляются. Считают. Ауди, это я когда-то насчитал, а сейчас их выставляют. Так что приходите на это. Дальше, вот, немножко хотя бы... Да, это мы прошли. Прошли, все прошли. Да, прошли. Прошли вот эту ночь. Саша Кузьменко. Доброго дня, Игнатий Тихонич. Православные говорят, что после смерти душа в 40 дней проходит мытарство, а потом или... Или, но по Евангелию до второго пришествия Христа все лежат во гробе. Что за самосуд? Ну, это явно что. Во-первых, зачем ты усы сбрил? Сразу же, раз на то пошло. А не самосуд. Лежат во гробе. Да, лежат во гробе. Тела, а души... То есть, он не признает, что есть душа, куда проходит. Это адвентист седьмого дня или свидетели Иеговы. Это такое спрашивают. Так у нас принято, что есть святого Василия Великого. Были откровения. Было показано. Никакой. А что души есть, читайте, 6 глава, 9 стих откровения. Души под жертвенниками разговаривают. Дальше. Андрей Михайлов. Не пойму тогда, если все в мощи с честью захоронить, то и антиминцев, и служб не будет тогда. В чем тут служба-то? Никакого отношения к службе не должно это иметь даже. Захоронили и дальше ведете службу. Вот еще мне непонятно. Если души под жертвенником откровения 6, 9, 11, это святых мучеников, которые молятся о защите, помощи, ходатайстве и так далее, и тому подобное, которые любят людей Божьей любовью жертвенной, уподобляясь Христу, то почему они так горят мщением, причем за свои души, а не за души других, которые в милости нуждаются? Ведь милость во Вожьем определении превозносится над судом. Да, вопрос хороший, правильный, Диза. А что значит мщение? То есть через страдание, чтобы они обратились к Богу. Все тогда становится на место. А они благоденствуют. Роман Фроликов. Христос воскресе, Игнатий Тихонович. Радость моя. Ну, прочитайте вот это все. Некоторые придумали сейчас все. Радость моя у Серафима Саровского. Взяли это. И каждый день Христос воскрес. Только на Пасхе и до Вознесения. Христос воскрес. Нигде не надо приветствоваться. Это выдумка. Дальше. Почему души убиенных требуют мщения? Ответ. Иоанн 14, 22. Вот места. Раз, два, три, четыре. Место Писания. Иоанн Православный. Здравствуйте, Игнатий. С большим уважением отношусь к вам и всему тому, что вы делаете. Разрешите задать вам один вопрос. Извините, может и в неправильной форме. Как-то задаю. Напишите, пожалуйста, свое мнение о старце протеерея Николая Гурьянове. Что вы думаете о нем? Храни вас Божий. Ну, я знаю уже. Если я скажу не так, что. По Евангелию он поступал это или нет? Вот и сами проверьте. Посмотрите. Что мне о нем говорить, когда он умер? Канонизацию готовят и прочее. Если он по Евангелию, если вы не понимаете, что по Евангелию, начните сами с себя. И тогда увидите, кто такой Гурьянов, Иоанн Крестьянкин. Меня зачем искушать в этом? Я уже многократно на эти вопросы отвечал. Ищите сами себе ответ. О другом отвечать. О человеке, которого почитают. Я скажу вам, а вы скажете, откуда вы взяли? По Евангелию нет, он поступал. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Или скройся на остров Залитый, там сиди, пока тебя не сдует. Андрей Михайлов. Что именно этими местами подтверждается? Что мощи нужно захоронить с честью? Ну, это опять то же самое. Или их нужно в антимидсе защите, кланяться им и лабызать их во время, как живой Бог вездесущий зрит это? Какая-то неопределенность или двойственность? Да, двойственность. Двойственность. Я как гражданин и как христианин. Как христианин говорю, прах ты и в прах возвратишься. Все мощи надо сохранить с великой почести и закончить. Отовсюду и везде. Вот. О Гурьянове что вы думаете? О Гурьянове. Вот посчитайте, что написано. Вопрос, совершенно не касающийся вашего спасения. Не раз отвечал уже на подобные вопросы о моем отношении к такому там. И сразу же пошли обвинения, что чего-то я недооценил. Поэтому для себя рассматривайте вопросы провокационными. Гурьянова я не проповедую, а Христа и Иисуса. И каждый ответит сам за себя. Мне бы свою душу спасти. Если сравнивать его жизнь по Евангелию, то она не евангельская. И из нее ничего не видно. Что он был рожден свыше или был движим Духом Божиим, изрекая что-то в тех случаях, какие мне известны. Для меня он не авторитет вовсе. И я его никому не предлагаю, чтобы поминали его согласно Слову Божие. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере. Вот и все. Ян Православный. Спасибо вам за подробный и искренний ответ. Скажите, пожалуйста, сейчас ваша деревня развивается? Сколько сейчас проживает человек? Около 32. Среди детьми. Дмитрий Щуревич М.И.Х.Б. И.Х.Б. Мир вам, Игнатий. Миром. Есть ли у вас какие-нибудь свежие материалы о Библии и так далее? Спасибо вам. Да, у нас все время свежие материалы. Нет, вот каждый ответ он по Библии. Ответ создана совершенно новая и для Ютуба вообще тема. Жития святых во Святи Библии. Открытым оком. 83 видеоролика каждые полчаса и более. Милости просим гостя. Наш видеоканал. То есть мы сделали это. Ну и все на этом на сегодня. Монариком Нагавата получилось. Но по-другому никак. Богу слава.